Приветствую всех зрителей моего канала, меня зовут Марина. Сегодня у нас 1 июля и соответственно будут впечатления месяца июня. Долгожданное для меня видео. Почему долгожданное, я думаю, вы можете понять по обстановке, потому что мы наконец-то выехали на дачу. Да, это свершилось. Мы на даче уже целую неделю как. В общем, я даже не помню, писала ли я об этом. Нет, наверное, я об этом не писала во впечатлениях. Но, в общем-то, вы увидите, вернее, вы уже, наверное, да, вы уже увидели в предыдущей вышивальной неделе, по-моему, 90-е, что пока что мне очень сложно дается вышивать на даче, потому что у меня постоянные поездки туда-сюда. Но я надеюсь, что вот со второй недели дачной жизни в этом году я как-то начну потихоньку приходить в себя, потому что пока что тяжело. Но тяжелее, чем я думала, скажем так. Но оно того стоит, потому что когда ты всё-таки не в квартире на асфальте, а на своём участке, это огромная разница с тем, чтобы быть в квартире на асфальте. Поэтому на природе всё-таки лучше. В общем, впечатления июня. Их было совсем немного, поэтому я думаю, что мы с вами пробежимся по ним очень быстро. Первое впечатление – это 1 июня. У меня был просто день праздничный. Почему? Потому что именно 1 июня у нас была первая за 3 месяца тренировка. Я 3 месяца не была на тренировках. И вот 1 июня у нас официально разрешили открыть спортзалы и фитнес-клубы. С ограничениями, с количеством человек в группе не больше 10, но там со всякими этими обработками и так далее и тому подобное. Но их открыли. И я начала тренироваться с 1 июня по 3 тренировки в неделю. Сейчас, к сожалению, мне кажется, что это всё уменьшится до 2. Но посмотрим. Но, конечно, это было немного сложновато, но не настолько сложно, как я думала. Я думала, что после 3 месяцев без вообще практически какой-либо активности я там через 10 минут просто меня будут выносить. Но нет, нет, было вполне себе нормально, скажем так. Поэтому сейчас, да, сейчас я езжу по практически 1,5 часа на тренировку и назад потом. Но оно того стоит. Я наконец-то впервые, по-моему, дня 2-3 назад впервые за 3-4 месяца увидела пресс. Я так смотрю в зеркало, смотрю, о, мы с тобой давно не виделись. Поэтому, конечно, после этого всего карантина, хотя он у нас ещё длится, его пролили, кстати, до 31 июля в Украине, нужно себя, конечно, приводить в порядок. У нас всё ещё не работают заведения, всякие рестораны, кафе внутри. То есть только можно садиться на летних террасах. Летние террасы себе пристроили все, кто только мог и не мог. То есть вот там, где их вообще не предполагалось, ну никак, всё равно поставили какие-то два столика вот такого размера. Какие-то ещё два меньших стульчика и работают, потому что, ну, а куда деваться? И у нас до сих пор не работают кинотеатры. До сих пор не работают кинотеатры. Но вроде как с 1 июля разрешают открыть кинотеатры, разрешают открыть заведения в залы внутри. И даже несколько дней назад у нас улетел первый чартанный рейс туристический. По-моему, он был в Албанию. Есть уже несколько стран, которые с Украиной договорились, что не будет никаких тестов, не будет обсервации самоизоляции ни там, ни тут потом по возвращению. И вот среди первых это Албания. То есть туда люди уже начинают массово перемещаться на отдых. Я бы сама не против туда переместиться, но, судя по всему, хотя не будем загадывать. Но, судя по всему, уже, к сожалению, не выйдет. В общем, как-то потихонечку-потихонечку мы начинаем возвращаться к привычной жизни, что, конечно, не может не радовать. Пытанечка. Что? А когда я могу трубы забивать? Я это вставлю. Трубы забивать, да? Да. Можно не сейчас? Ну, через сколько? Через час. Через час? Да. Это самое необходимое сейчас действие, конечно. Также еще одним впечатлением июня стало уже традиционное составление планов на лето. В моем случае планов на два дачных месяца. И в этом году, кстати, многие зрители написали, что я взяла с собой меньше, чем я брала в прошлые годы. Ну, мне остается вам только поверить. У меня составились вот такие вот два прекрасных коллажика. Это мои небольшие планы, скажем так, на лето. И это мои большие планы на лето. Вы можете посмотреть видео с планами. В верхнем правом углу сейчас выезжает на него ссылка. Там все это во всех самых животрепещущих подробностях. Хочу сказать, что я уже даже одну работу из этих планов начала, а закончила. И еще одну начала. И еще... Нет, две начала. И еще одну продвигала. И это я только неделю на даче. Так что я все еще полна оптимизма на этот счет. И надеюсь, что мое лето будет продуктивным. А не таким, как вы могли увидеть его начало в предыдущей вышивальной неделе. Потому что когда у меня в некоторые дни было по 48, по-моему, 48 или 46 вышитых крестиков, это, конечно, удручало. Так же насчет планов, насчет итогов. Я уже об этом тоже говорила в вышивальной неделе. У меня была идея, мне подбросила идею подруга снимать итоги месяца. Что вот люди снимают, что-то там навышивал за месяц. Показывают фотографии, как было в начале, как стало потом в конце. Я попробую снять такое видео. Вот буквально после того, как закончу снимать это, начну снимать то. Но я уже посмотрела, прикинула, что я там буду говорить, что я там буду показывать. И я понимаю, что там показывать нечего. Что там все очень печально. И это видео, скорее всего, будет такого формата первое и последнее на моем канале. Потому что, по крайней мере, пока есть вышивальная неделя. Потому что, ну, нечего мне там показывать. Ну, не такие у меня вышивальные темпы. У меня вышивальные темпы, 500 крестиков в день. Это потолок. Вот это просто потолок. Поэтому, ну, что мне там реально показывать. Там нечего показывать. Не сильно там что продвинулось. Пообещала, сниму. Но я думаю, что в дальнейшем, уже с начала осени, я как-то попробую формат итогов сезона. Я думаю, что вот итоги осени, там, итоги зимы и так далее и тому подобное. Мне кажется, что это будет гораздо более интересно, чем итоги месяца. Потому что эти месяца как-то мелькают очень-очень быстро. И практически последнее. Да, вот этот месяц для меня прошел просто вот так вот. Последнее. Это, конечно, самая моя глобальная работа этого месяца. Самый мой глобальный финиш, наверное, последних нескольких месяцев. Это калиновая роспись. Как раз в том видео о итогах июня я вам ее покажу. Покажу вам ее рядом с собой. Потому что я вам ее показывала. По ней вышло отдельное видео. Кстати, кто не видел верхнюю правую иглу, тоже выезжает ссылка. Там все в самых-самых животрепещущих подробностях. Но, конечно, это непростая работа. Абсолютно непростая. С огромным количеством дополнительных стежков, помимо крестика. Она сама по себе большая. В смысле большого размера. Но я с ней справилась. Она мне очень-очень нравится. Короче, расскажу поподробнее в видео с итогами. Но хочу сказать одну очень важную вещь. Я уже когда-то об этом говорила. И я не перестану об этом говорить. Потому что мне кажется, что это действительно... Мне не просто кажется, я уверена, что это очень важно. Кто смотрел видео по калиновой росписи, знают, что у меня там не хватило одного цвета нитки. Это десятый номер на органайзере. Его не хватило на рококо. То есть я половину рококо сделала. Даже, наверное, меньше, чем половину. И все, нитка закончилась. В наборе идут нитки Мадейра. И я не смогла подобрать в ДМС. Оно отличалось очень сильно. И у меня был выбор либо писать производителю, либо писать производителю. То есть либо чтобы они прислали нитку, либо чтобы они хотя бы сказали номер Мадейры, чтобы где-то эту нитку найти, купить и так далее. Мне пришел комментарий под тем видео, что, Марина, вы прям уже совсем там помешали со своим перфекционизмом. Зачем было писать производителю? Можно было распороть те рококо, которые вы сделали. Сделать бленд из двух максимально подходящих ниток ДМС. И все было бы прекрасно. Дело в шляпе и так далее и тому подобное. Я вас очень прошу. Я вот просто смотрю вам в глаза. Если у вас в каком-то наборе чего-то не хватило, даже если вы очень сильно хотели закончить эту работу побыстрее, вы подобрали что-то свое, вы закончили эту работу, все равно всегда напишите производителю, что вам чего-то не хватило. Это очень важно. Потому что кто-то сделал первоотшив, а при первоотшивах случаи бывают абсолютно разные. Бывает, что там пять крестиков, а первоотшивательница потратила пять ниток на эти пять крестиков. У меня вот было такое недавно. Либо же, может быть, наоборот. То есть она, я не знаю, чем она там это вышивала и каким образом, но реально не хватает ниток. И у производителей огромное количество этих наборов. Они не могут уследить, ну, должны, по идее, уследить вот прямо за всем, за всем, за всем. Если вам чего-то не хватило, напишите, пожалуйста, об этом производителю. Потому что если бы кто-то до меня, вышивавший этот набор, написал бы, вы знаете, цвета десять вообще не хватает, то в последующих выпусках довесили бы эту нитку, и у меня бы уже такой проблемы не было. Производителю самому не надо, чтобы к нему обращались люди один за одним, один за одним, и производитель ходил бы на почту, и каждому эти пасмы досылал. Производителю это не надо. Производителю надо, чтобы у него в наборах все было хорошо. Поэтому, пожалуйста, всегда обращайтесь к производителю, всегда пишите производителю. Поберегите нервы тех рукоделец, которые будут вышивать в будущем эту работу. Я не понимаю. Но это же реально, это очень важно. Вы же сами хотите, чтобы вам в наборах всего хватало. Так позаботьтесь о тех, кто будет вышивать эти наборы после вас. Даже если вы уже заменили, если вы уже вышили, неважно. Все равно, всегда напишите производителю. Аминь. Вы знаете, по-моему, мы сегодня с вами установили рекорд, потому что это самые короткие мои впечатления месяцы, которые у меня, по-моему, когда-либо были. Я обычно говорю, там у меня здесь немножко, и потом полтора часа. Но нет. Сегодня мы с вами справились очень быстро. Ну, вот такой вот выдался месяц. Посмотрим, что нам приготовил следующий наш летний месяц. Я пошла снимать свои немногочисленные итоги июня. А вам спасибо всем огромное за внимание. Удачи вам и творческих успехов. Пока.